Дорожная техника Это автобусный маршрут, где вот Северная, Неделина, Жуково, где вот первый автобус идет по городу, вот мы и там проезжаем. Это дороги первой категории. Затем снегоуборщики отправляются на улицы спальных и труднодоступных районов, потом очищать поселковые дороги. За дневную смену она начинается в 6 утра. Почистить город полностью дорожники успевают дважды. Еще столько же раз ночью. Андрей признается, что во время обильных снегопадов всегда сильно устаешь. Однако сменить профессию желания никогда не было. Уже и коллектив привычный, и работа нравится. И рядом с домом. И как бы этот город. Живешь в этом городе, работаешь в этом городе. Сейчас Андрею 35. Он получил среднее специальное образование. Отучился на водителя механика в училище в Ростовской области. С 2006 года работает в Одинцовском ДРСУ. Я армию здесь служил. И в армии также закончил. Мимо забора шел. Увидел объявление, зашел. И это моя первая работа в Москве. В армии, кстати, Андрей тоже был водителем. Такой многолетний опыт только помогает в работе. Несмотря на внушительные габариты машины, наш герой с легкостью передвигается по загруженным улицам города. И паркуется с ювелирной точностью. Практически вся техника Одинцовского ДРСУ выстроилась на центральной площади в преддверии традиционного осеннего смотра. Зимой будет задействовано около 60 единиц, в том числе и средства малой механизации. Золотые руки, шнек, роторы, снегопогрузчики, КДМки, тракторы для уборки тротуаров. Все в отличном состоянии и боевой готовности. Парк пополняется ежегодно. В этом году прибавилось 3 единицы. Мы приобрели новые машины импортные для посыпки тротуаров, для того, чтобы не продавливать асфальт. Ну, такая она мобильная, на базе нашей «Газели», такая навесная оборудование. Ну, очень удобная. Стараемся так, чтобы технически, как говорят, держать нас по ветру. Сегодня в Одинцовском дорожном ремонтно-строительном управлении 80 человек. Многие – старожилы. Трудятся здесь по 20-25 лет. И к работе всегда готовы, вне зависимости от времени года и погодных условий. Зимой вовремя не посыпал. Не дай бог случится авария. Понимаете, что это трагедия будет. Вот. Поэтому стараемся, особенно вот это вот до Нового года, когда вот эта разница температуры, очень сложный такой период, и переход еще с лета на зиму, стараемся это делать заранее. Пока получалось. График для дорожных рабочих испытан годами. Шесть дней в неделю, зимой с шести утра. Машины работают круглосуточно, в три смены. Сейчас в ДРСУ хотят перейти на новый режим. Семь дней в неделю, сутками, без выходных. Для этого планируется набрать еще 20 дорожных рабочих. Если у кого есть желание, если специалисты, с удовольствием примем на работу. Работа нелегкая, сразу говорю. Единственное, только что зарплата вовремя, зарплата белая, социальный пакет. Поэтому приходите, не пожалеете. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.